Нагрузка на бюджет приводит, ну мы уже видим в проекте бюджета на 2021 год, что урезаются многие расходные статьи, в том числе, что вообще-то очень нехорошо расходы на образование урезаются, ну из федерального бюджета идет финансирование высшего образования. В частности, как ни странно, довольно сильно сократилось финансирование медицинского высшего образования. Действительно, но там возможно, что просто произошло перераспределение между разными каналами, и часть этого финансирования идет сейчас не через Минздрав, а через другие каналы. Но вот это как бы как пример. Действительно, это понятно, поскольку сократились поступления в бюджет, опять-таки, из-за сокращения деловой активности. Вот, и здесь рост безработицы, да, рост расходов не самых крупных в масштабах бюджета, но тем не менее значимых. Может ли Россия на следующий год сократить дотации? Потому что в крымском правительстве уже анонсировали, что в проекте бюджета вполне может быть такое, что в следующем году Крым получит из российского бюджета меньше дотации. И связано ли это, в частности, с коронакризисом? Не исключено. Нет, ну, в целом, я еще раз говорю, в проекте бюджета идут сильные урезания по многим направлениям расходов. В том числе, ну, вот я пока не смотрел действительно расходы на субсидии регионам, но, возможно, что и по этому направлению тоже, как бы, будут скорее пытаться стимулировать, чтобы субъекты федерации сами крутились и изыскивали ресурсы. Поняла, спасибо вам большое. Хотя не очень понятно, откуда они их изыщутся. Особенно в случае Крыма. Спасибо вам большое. Это был Павел Кудюкин, бывший заместитель министра труда и занятости населения России. Продолжение следует...